Я все понял. Я забыл нажать на запись. Ну ладно, ничего страшного. Нет, ну ничего страшного, все у него выписано. Так, хорошо. Значит, сначала мы докажем более слабую оценку на ошибку. Мы докажем, что ошибка не превосходит O от εm при таком выборе R. А потом покажем, как убрать этот log M. Это будет довольно очевидно, но... Точнее, уже очевидные анализы, что-то надо подкрутить. Но если сначала высказать сразу оценку Сепсона, то это будет выглядеть как полное шаманство. Значит, более слабая оценка. Доказывается так. Давайте разобьем все ребра на группы. На log M групп как раз. Сгруппируем их по С-шкам. Значит, в первую группу попадут ребра, значит, CE, у которых CE равно единице. В вторую группу попадут ребра, у которых CE – это от двух до трех. Значит, дальше, в следующую группу попадут до четырех до семи и так далее. В итоге у нас получится таких логогруппах. Теперь, значит, рассмотрим соответствующие подграфы. То есть, скажем, что GI – это граф, который состоит из лёда таких, что, значит, CE между 2I и 2 в степени плюс 1. А FI – это объединение GI, начиная от ИКВ до конца. То есть, GI от И до лога, GЖ. И видно, что FI – это в точности множество 2 в степени И, сильно 2 в степени И связанных компонентов. То есть, просто рассматриваем один связанный компонент, это просто связанные компоненты. Потом рассматриваем два связанные компоненты, где, ну, понятно, все разрезы двойки, и более того, расширить эту компоненту нельзя. Потом четыре связанные компоненты и так далее. Ну, такая довольно естественная декомпозиция. По-моему, для этого не очень естественного определения. Теперь, значит, у нас вообще процедура сэмплирования такая. Мы берём каждое ребро, независимо с вероятностью PE, добавляем или не добавляем в ответ. Вот с таким весом. Давайте немножко по-другому просмотрим эту процедуру. Давайте сначала мы будем сэмплировать ребро графа G0. То есть, граф, у которого С-шки равны единице. Потом мы будем сэмплировать ребро G1, G2 и так далее. Ну, в принципе, никто нам не запрещает такой последовательности рассматривать. Мысленно. Это же не алгоритмически. Мы просто хотим доказать, что некоторую оценку на ошибку, потому что процедура у нас уже есть. Вот. И идея следующая, что... Когда у нас... Когда мы рассматриваем ребра, которые находятся только в одном же витам... У нас какая ещё раз формула была, я напомню? Значит, формула на ε, которая из сэмплированной с одинаковыми вероятностями. Точнее, не с одинаковыми, а у которых от 0 до n. 2, d плюс 2, n, логарифм n, поделить на c. Вот, например, представьте себе, что мы находимся сейчас в графе... Допустим, вот рассмотрим, не знаю, граф, допустим, F10. Это сильно 1024 связанные компоненты. Замечательно. Значит, любой ненулевой разрез там, по крайней мере, влечены 1024. И это нам очень хорошо. То есть, на самом деле, мы можем сказать, что для такого графа с шапкой больше либо равно, чем 1024. Напомню, что веса у нас один на p, поэтому ожидания... Ну, от ожидания величины разрезов такие же, как величины самих разрезов. А с другой стороны, n не больше, чем 2048 поделить на ρ. Вот, и отсюда мы заключаем, что m делить на c, оно не превосходит 2 делить на ρ. И это как раз нас устроит. То есть, проблема в чем у нас была раньше? Что у нас вот это n, если мы рассматриваем сразу его, ну, если мы рассматриваем сразу весь граф, n может быть много больше, чем c с шапкой, поэтому на y очень плохая оценка получается. То есть, идея в том, что у ребер в жеи, у них у всех более-менее одинаковое c и е, значит, у них у всех более-менее одинаковое это p. И поэтому получается на y хорошая оценка. И при этом разрезы все большие. И вот так, сгруппировав по более-менее одинаковым c, мы сейчас общую оценку получим. Собственно, уже более-менее почти все рассказано, что нужно, сейчас только строго это докажу. То есть, как бы, идея довольно естественная. Еще раз, значит, идея основная, что мы рассматриваем ребра с маленькими связностями. Сначала рассматриваем только ребра с маленькими связностями, потом все большее и большее и большее. Если связность большая, то ребро лежит в большом разрезе. И, значит, раз оно лежит в большом разрезе, то для него можно взять маленькую вероятность, и этот разрез более-менее выживет. Вот, ну хорошо, теперь, значит, немножко более строгое рассуждение. Точнее, скорее, даже запись этого рассуждения, потому что уже на самом деле более-менее все сказано было. Давайте, значит, ну представим эту процедуру еще немножко по-другому. Давайте, вот, ну можно считать как, что вот взяли, например, граф Ж0, произвели процедуру для ребра этого графа, получили какие-то веса. Дальше мы выкинем этот граф, дальше рассмотрим уже оставшийся граф, то есть Ф1. Дальше его представим как Ж1, Ф2. Для Ж1 произведем соответствующую операцию, и его выкинем, останется Ф2. Дальше Ф2 будем раскладывать Ж2, Р3 и так далее. Теперь я хочу что доказать? Давайте это сформулируем и докажем утверждение. Значит, теорема. Вот рассмотрим граф ФИ. Это ребра, ну это сильно, два в степени И связанные компоненты. Пусть мы взяли Пшки, вот как здесь, для РОЭПСОН, ну там, некоторые константы, сейчас мы поймем, какая. ЛОГН делить на ЭПСОН квадрат. Тогда, при этом мы взяли эти вероятности не для всех ребра ФИ, а только для ребра, которые лежат в ЖИ. То есть более формально. Рассмотрим такие случайные величины. Значит, во-первых, случайная величина всегда тождественно равна единице, если Е не лежит в ЖИ. И, значит, 0 или 1 делить на ПЕ. Соответственно, 0 с вероятностью 1 минус ПЕ. А 1 делить на ПЕ с вероятностью ПЕ. И все это, если Е лежит в ЖИ. Ну, это вот ровно то, что я и говорю. Мы, как бы, приводим нашу операцию с имплированием для ЖИ, а потом ЖИ выкидываем. Понятно? Ну, это пока как бы просто запись. Еще раз, это случайная величина означает, что мы взяли ФИ, разложили его на ЖИ, и ФИ плюс 1, и дальше сделали с имплирование для ЖИ. А ФИ плюс 1 оставили в покое. И вот утверждается, что с такими случайными величинами, ну, если взять РОЭПСИЛОМ, вот, сейчас мы берем, какая точная константа, вот, с той теоремы, и тогда получается, что для него все разрезы сохранятся в пределах 1 плюс минус ЭПСИЛОМ как раз. Ну, хорошо, давайте, значит, поймем, что, какой в точности нужно взять РОЭПСИЛОМ. Какой в точности нужно взять РОЭПСИЛОМ. Значит, С-скрышкой, ну, не умаляя общности, понятно, можно считать, что у нас одна компонента, потому что если у нас разрез, ну, если мы докажем для одной компонента, то дальше мы просто просуммируем, поскольку у нас относительная погрешность, а если разрез вообще проходит между компонентами, то нам на нее наплевать, вот так, был нулевой, так и остался. Значит, С-скрышкой больше либо равно, чем 2 в степени И, потому что это 2 в степени И, сильно 2 в степени И связанные компоненты. А с другой стороны, М не превосходит РО, нет, не превосходит 2 в степени И плюс 1 поделить на РО, потому что сымплируем мы не все ребра, а только у которых в С-шке не больше, чем 2 в степени И плюс 1, даже строго меньше, формально говоря. Значит, получаем, что ЭПСИЛОМ в нашем случае получается корень из 2 на Д плюс 2, 2 на РО, ЛОГЭН. Отсюда видно, какой нам нужно взять РО, чтобы обеспечить заданный ЭПСИЛОМ. РО нужно взять 4 на Д плюс 2, логарифм М делить на ЭПСИЛОМ квадрат. Вот. Получить такую оценку? Просто применением оценки с прошлого занятия, с прошлого семинара. То есть тут можно даже написать конкретную константу, 4 на Д плюс 20. Пока понятно, что происходит? Ну, пока происходит то, что мы сымплируем Терфериога с более-менее близкими С-шками, и поэтому для них безболезненно можно применять теорему с прошлой лекции, с прошлого семинара, получив хорошие оценки. Вот. Теперь нужно понять, как все это складывается, доказать, что в итоговом графе у нас будет погрешность там 1 плюс-минус 2 ЭПСИЛОМ или 5 ЭПСИЛОМ. Значит, доказывается это так. Тут проще ввести несколько странную нотацию, зато с помощью нее все очень хорошо получится. Нотация такая. Мы будем отождествлять графы, мы будем отождествлять, грубо говоря, множество ребер, и вектор величин всех разрезов, которые это множество ребер дает. То есть, например, вот FI можно понимать это как подграф, а можно понимать это как вектор величин всех разрезов. Ну, так можно складывать, например, вектора и умножать на числа. Вот. Давайте теперь получим итоговую оценку на погрешность. Мы хотим получить... А, мы сейчас получим оценку не О от ЭПСИЛОМ, а О от ЭПСИЛОМ ЛОГМ. Она немножко более плохая будет. Значит, исходный наш граф, точнее его результат цемплирования с вероятностями ПЕ и соответствующими весами 1 делить на ПЕ, можно представить себе как сумму ПИ от 0 до ЛОГ, ЖИТ ПЕ. Это соответствует тому, что вместо того, чтобы цемплировать сразу весь, граф образа белого на ЖИ и сомплируем будем отдельно каждое ЖИ. Дальше ЖИ представим, как мы уже представляли. Это, значит, сумма ПИ от 0 до ЛОГМ. Это ФИ. ФИ мы уже симплируем не с вероятностями ПЕ, потому что мы кое-где оставляем единички, а вот с этими вероятностями ХЕ и Т. И, значит, вычтем ФИ плюс 1. Уже просто граф с единичными весами. Дальше, значит, разорвем эту сумму на 2. ФИ, ХЕ, ИТ минус сумму по 1. ФИ плюс 1. Вот. А теперь мы для этих графов уже знаем, вот у нас есть теорема, что вектор разрезов этих графов близок к вектору разрезов просто графа ФИ. Значит, ну, обозначим это так. 1 плюс минус ε. ПИ от 0 до ЛОГМ. ФИ. Да. Значит, минус. Теперь давайте ФИ, чтобы, ну, мы хотим сократить, на самом деле, вот эту вторую сумму, вот, более-менее единичкой из первой суммы. Значит, мы представим ФИ как сумму ЖИ и ФИ плюс 1. Никто нам не мешает. Значит, это в точности равно 1 плюс минус Ф сумму ЖИ, ФИ плюс 1. Вот. И видно, что теперь вот в этой сумме можно вынести ну, давайте подробно раскишем. Вот, значит, во-первых, останется 1 плюс минус и плюс минус ε сумма ЖИ, так как раз Ж просто-напросто, то есть это равно 1 плюс минус ε плюс минус ЕС на сумма И от 0 до ЛОГМ, ФИ плюс 1. Согласны? Ну, значит, первая слагаемая сумма ЖИ, как дает Ж, а, значит, единица здесь сократилась вот с этим вторым слагаемым, осталось только плюс минус ε, но вот это вот. На объединение переходит в сумму. Да. И, значит, первая штука это то, что нам надо, а вот вторая штука, к сожалению, как раз дает эту погрешность ε-ЛОГМ, потому что мы ничего не можем, потому что тут проблема в том, что каждое ребро может много раз входить во все, ну, как, более-менее, если у ребра большая цешка, то она войдет во все эти рябки. Ну, из лоб. Да, получится ε-ЛОГМ в точности. То есть это более-менее не превосходит ЛОГМ умножить на Ж, поэтому это там 1 плюс минус О от ε-ЛОГМ. Значит, Ж просто. Таким образом, слабая оценка доказана. Вот ошибку ε-ЛОГМ вы доказали. А сейчас я покажу, как можно улучшить анализ, чуть-чуть его подкрутив реально, чтобы этот ЛОГМ убрать. Вот поймем, что нам мешает. Мешает нам вот эта вот сумма. Сумма ε-ЛОГМ. И проблема вот в чем. Что откуда эта сумма вообще возникает? От суммы возникает, что мы вот из-за этих вот единичек, то есть когда мы анализируем, как себя с имплированием ведет на ЖИ там, мы к нему добавляем f и плюс первое с весами 1, чтобы сказать, что там все разрезы большие. А реальная идея в том, что это нам не нужно. То есть тут можно числа существенно меньше единицы добавить, на самом деле. Чтобы град остался 2 в степени сильно, 2 в степени И связанным. На самом деле, здесь надо взять обратные степени двойки. Например, если в Е лежит в ЖИ плюс первом, нужно взять одну вторую. Если в ЖИ плюс втором, одну четвертую и так далее. И тогда видно, что здесь будут там обратные степени двойки, и тогда тут все телескать, ну, будет геометрическая прогрессия, и будет у Атепсона вместо у Атепсона в ОД. Вот. То есть, в принципе, такой странный хак, если его изначально рассказать, по-моему, это вообще понять невозможно. А здесь хотя бы более-менее ясно примерно, почему так получается. Я уж не знаю, как до этого задумывались. Ну, придумывали. Наверное, так и придумывали, да? Да. Вот. Ну, хорошо, давайте теперь поймем, чего мы хотим. Нам надо вот поменять эти ХЕ и ИТы, чтобы анализ по-прежнему прошел, уменьшить веса, тут как можно сильнее. Ну, идея в точности такая, как я сейчас только что сказал, что давайте вместо единицы напишем... Вот если Е не лежит в ЖИ, но Е при этом лежит в ЖЖ, где Ж больше либо равно И, давайте положим вес 2 в степени минус... Ж минус И. Вот. Надо понять несколько вещей. Во-первых, надо понять, почему, при этом... Вот давайте оценим С с крышкой. Нам нужно понять, что оно по-прежнему будет больше либо равно чем 2 в степени И. То есть, если вот взять граф ФИ, то есть, ну, можно считать, что взять просто 2 в степени И связанный граф, сильно 2 в степени И связанный граф, сильно 2 в степени И связанную компоненту, и дальше цемплировать вот с такими случайными величинами, тогда мат ожидания любого разреза будет больше либо равно чем 2 в степени И. Ну, доказывается, это довольно просто. Значит, рассмотрим разрез. Есть два случая. Ну, ФИ мы опять представляем, как ЖИ объединить с ФИ плюс 1. Значит, в случае первого, этот разрез не пересекает ФИ плюс 1. Так, а кто-нибудь селедин вообще? А, да. Ну, Родиня? Хорошо. В случае первого, разрез не пересекает ФИ плюс 1. Тогда вопрос, почему его величина поиболее либо равно чем 2 в степени И? Еще раз рассмотрим, разрез будет уже И, то есть... Да, разрез. Ну, как, вот у нас есть ФИ, это какой-то связанный граф. Вот у него есть компоненты из ФИ плюс 1. Вот что, если разрез просто их не затевает, вот как-то так проходит? Почему величина мы по-прежнему больше равна чем 2 в степени И? Ну, потому что мы вот первую строчку не поменялись фактически так. То есть, ну, ничего не изменилось в сравнении с в следующем случае, например, для ЭКСИ. Да, то есть для этого случае действительно ничего не поменялось, потому что для него как было так, так и осталось. То есть, на самом деле, величина разреза будет как в исходном графе для него. То есть, больше равна 2 в степени И, поскольку это сильно 2 в степени И связанный граф. А что, если разрез издевает какой-то из этих штук? Ну, например, так. Тогда, значит, по индукции мы будем доказывать, ну, мы будем, как бы, индукцией по уменьшению И доказывать утверждение. Тогда, значит, если мы рассмотрим ограничение этого разреза вот на эту маленькую компоненту, то там, значит, величина этого разреза больше равна чем 2 в степени И плюс 1 по индукции. Вот уже для новых весов, не для этих степеней двоек, а на самом деле для утвоенных степеней двоек. То есть, вместо одной второй будет единица и так далее. Но видно, что, когда мы перешли к исходному графу, мы просто все веса в два раза тупо уменьшили. И поэтому теперь у нас будет больше равна чем 2 в степени И. Вот и все. Индукция, в том числе. Да. Ну, да, последняя ФИТ там просто пустая, поэтому для нее все это реально выполняется. Вот. Таким образом, первую вещь мы доказали. Вторая вещь вообще не изменилась. М не изменилась. То есть, М как была, не превосходила 2 в степени И плюс 1 поделить на Ро, так и осталось. Потому что эти штуки вообще не участвуют в оценке на М, потому что эти единички на П существенно больше. Таким образом, вот при таком подборе весов, опять, значит, получается, что все разрезы в пределах 1 плюс-минус Эпсилон, где Эпсилон, если взять Ро, 4 на Д плюс 2 логарифм М на Эпсилон квадрат. То есть, основная идея в том, что мы так подкрутили эти веса, что они, с одной стороны, маленькие, а с другой стороны, при этом все равно вот эта с крышкой осталась большим. Что достаточно нам, чтобы использовать такой же Ро. А вот теперь, когда мы сейчас будем эту манипуляцию суммами делать, нам будет важно, что эти веса маленькие. То есть, пока мы это существует, нигде не использовали, она нам только мешала, не помогала. А сейчас она нам поможет. Ну, идея абсолютно такая. Это давайте граф наш с амплированными вероятностями разложим по слоям. Дальше, значит, каждый граф будет представлять как разность, но уже не FI и FI плюс 1, а FI, ну, точнее, FI здесь будет такое же, то есть, FI с весами, XI, E, E, а вот уже минус, FI плюс 1 будет с весами. Это будет с весом, ну, обозначим вот эти степени двоек, как R, E, T, E, T, по аналогии с весами. Значит, это будет R, E, T, E, T на FI плюс 1. Понятно просто по строению, то есть, мы берем наше FI вот с такими весами и, значит, вычитаем FI плюс 1 вот с такими весами, чтобы получить точность ЖИ. Вот. Дальше опять мы используем вот эту только что доказанную теорему, значит, это пределок 1 плюс минус Epsilon на сумму по I FI. Нет, не FI. Опять, значит, R, E, 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 T на FI. Это будет минус сумму по I. Так, тут. Да, вот все правильно. Вот, пока просто честно расписали. То есть, еще раз, если мы берем, цемплируем ребра вот с такими вероятностями, тогда у нас все будет вблизи, вот, не совсем FI, а вот FI опять с нормализованными весами. На самом деле, на той части, которая нам интересна, именно ЖИ, понятно, что эта нормализация ни на что не влияет. Действительно, разложим как раз вот эту вещь на ЖИ и остаток. Будет ЖИ объединить с R, E, T на FI плюс 1 уже на этот раз, и минус I на R, E, T на FI плюс 1. Короче, ровно то же самое получается, что у нас остается? Значит, 1 плюс минус E на G. Дальше вот эта единица опять сокращается с этой единицей. Остается плюс минус E на сумму по I, R, E, T на FI плюс 1. Теперь давайте разложим FI плюс 1 как сумму ЖЭШа, а потом переставим порядок суммирования. Короче, грубо говоря, при каждой ЖЭШке будет сумма обратных степеней двойки, которая амортизируется. Ну, не амортизируется, а сложится в константу. Давайте отдельную сумму выпишем. Значит, это будет сумма по I, R, E, T, E, T, Sумма по G больше либо равная, чем I плюс 1, ЖЭШ, теперь поменяем порядок суммирования. Это будет сумма по G, ЖЭШ, здесь будет сумма по I меньше, строго, чем ЖЭШ, R, E, T, E, T. Таким образом, значит, для каждого ребра будет просто... Ну, если ребро лежит в ЖЭШе, то у нас будут складываться обратные степени двойки. Короче, это будет просто O от единицы на сумму по G в ЖЭШе, то есть O от единицы на G. Ну и вот видно, что как раз все проходит. То есть это получается 1 плюс минус O от е, все, на G. Ну, вроде все. Там, возможно, константа увеличится, если мы тут хотим единицу. По-моему, да, там сказать E16, это как раз для того, чтобы тут была строго единица. Ну, это все непринципиально. Что, понятно примерно? Ну, непонятно, да. Опять же, идея довольно естественная. Вот эта манипуляция с выкладками немного странная, но в целом, как бы, более-менее наглядно, зато видно, что, ну, как бы, все абсолютно строго. То есть можно помахать руками и сказать то же самое, что, там, посмотрим на разрез, он разваливается на части, которая лежит там в G1, G2, там, часть, которая в G1, у нее там уменьшится на 1 плюс минус E. Получится то же самое, но тут просто мы формальными манипуляциями все доказываем. И вот открытый странный искусственный прием, когда мы вместо единиц, чтобы обеспечить 2 в степени и связность, мы дорисовываем обратные степени двойки. Как бы, это нам нужно только для анализа. Вот. Таким образом, собственно, мы доказали, что существовали в спортификации, теперь надо научиться ее быстро строить. И это непросто, потому что, ну, с другой стороны, наверное, это проще, чем вот этот анализ. То есть сейчас у нас возникла такая задача, нам нужно найти какие-то хорошие приближения к CE. Значит, понятно, что нас бы устроили, например, точные CE, а что не умеет никто искать. Я не знаю, известно ли в поисках там это потрудлено или нет, но, во всяком случае, для них алгоритма нет. Более того, нас бы устроили, в принципе, константные приближения к ним, но их тоже неизвестно, как строить. И мы сделаем более слабую вещь. Мы построим некоторые нижние оценки для CE. То есть мы за время M на логарифм в какой-то степени, я не помню, в какой, я сейчас поймем. Мы научимся строить некоторые CE с волнами, которые не превосходят оригинальных CE. Значит, чем нам мешает, что это не точно? Во-первых, видно, что если мы, ну, от того, что в церковь стали меньше вероятности, взятие ребра только увеличились. Поэтому с ошибкой все хорошо. Проблема может быть количеством ребра. Вот. Сейчас мы будем, сначала получим, опять же, чуть-чуть худший размер, а потом покажем, как его улучшить. Так. И здесь нам понадобится, как черный ящик, вот то, что называется, спортификация и бараки ногомочия. Это уже, значит, было в прошлом году, мы это тоже для потоков использовали на семинаре. Значит, идея очень простая. Вот эта процедура спортификации, ей на вход поступает параметр K. И она делает очень простую вещь. Давайте возьмем наш граф и найдем в нем островный лес. Дальше выкинем и повторим процедуру. Найдем островный лес. Дальше его опять выкинем и повторим процедуру. И так найдем K островных лесов. И вот эта процедура умеет за линейное время, независимое от K, выдавать вот объединение первых K островных лесов. Более того, она даже для каждого ребра просто понимает, в какой островный лес она при такой процедуре попадет. Зачем эта процедура вообще нужна? Она обладает замечательным свойством, что эта процедура ищет K на N-1 ребро, некоторые. При этом все ребра, которые не попали сюда, любое ребро, которое не попало, оно не лежит в маленьком разрезе. Вот кто понимает, почему это так? Значит, Павел Владимирович просто нельзя. Противно. Да. Ну, действительно, если оно в маленьком разрезе, тогда посмотрим, как эти островные леса с ним... Они должны были все ребро-разрезы взять. Да. То есть... Можно сказать, что они образуют косвязные графы, например, не князь. Если все эти ребро... Да, это как бы я обидно, как там дерево. Стоп, это не обязательно дерево, это лес может быть. А, так. То есть, каждый компонент, наверное, верно, что... Сейчас. Нет, неверно это, конечно. Да, да. Например, если мозг будет, его первые процедуры возьмет, и все. Ну, консеразного может не быть, потому что исходный... Да, 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 да. Да. Вот такая симпатичная процедура. Она нам понадобится, как черный ящик. Мы будем использовать. На самом деле, вот, если бы нам нужны были... Ну, окей. Правильно. Значит... Процедура первая. Давайте вот сделаем сейчас. Окей. Давайте сначала, значит, построим какую-то процедуру вспомогательную. Которая называется weak edges. Она, значит, на фото принимает графу некоторые параметры k. И, значит, на выход... Значит, выход... Это некоторое множество рёбер. Такое, что все в него попали... Нет. Значит, в... Те, кто в него не попали, у них довольно большие церки. Строго больше, чем k. И при этом в e-штрих будет не очень много рёбер. k, n... Ну же, на что мы тогда на старт возьмём просто k начали? Значит, как можно было бы с помощью этого weak edges всё делать? Давайте запустим weak edges. Сначала для единиц. Потом, допустим, для двойки, удалив ребра которых единицами. Потом для четвёрки, для восьмёрки и так далее. Запустим логом раз. Тогда у нас получится на каждом ребре некоторые корректные нижние оценки. А именно на ребре мы запишем... Вот если, например, ребро не попало в e-штрих для первой штуки, но при этом попало во втором, мы запишем там двойку. Ну и так далее. Тогда это корректные нижние оценки. А теперь посчитаем, сколько тогда... Вот сумма обратных церков. Нам нужно, чтобы была маленькая сумма обратных церков. Тут она, к сожалению, у моих и не будет. Но давайте попробуем понять, чем она равна. Значит, сумма на, значит, i от 0 до лога. Всего ребер k на 2 в степени i. n лога. И, значит, в качестве церки мы берём 1 на 2 в степени i. Поэтому, итого, будет n лог n лог n. Очень плохо. Потому что мы вообще хотели бы что-то порядка o от n обратных церков. Потому что в прошлом анализе мы доказывали, что сумма обратных церков – o от n. И тогда у нас получалось, что всего ребер в графе порядка n rho, то есть n лог n делить на ε2. А если мы удовольствуемся размером графа n на полилогарифм, тогда уже всё готово. Пожалуйста. Ну, сейчас, давайте там… Я хочу рассказать, что дальше, потому что там симпатичный довольно алгоритм. Сейчас он, на мой взгляд, весьма такой сам по себе красивый. Давайте только процедуру я ещё не рассказал, собственно, как она работает. Это тоже хороший вопрос. Каждый раз мы приходим к остатку? Да. Ну, то есть, на первом шаге мы заведомо взяли все ребра, которые не лежат в два компонента. Возможно, мы взяли какие-то левые ребра, ну и чёрт с ними, потому что от удаления ребер церки могут только уменьшиться. Уменьшиться, да. Поэтому, если нижняя оценка верна для новых церков, то для старых она заведомо верна. Всё правильно. Хорошо, давайте… Теперь я пишу процедуру, которая здесь действует. Процедура очень простая. Повторять… Другую говоря, она выглядит так. For i от одного до двоичного алгоритма n. Делать следующее. Во-первых, мы называем спарсификацию ибараки-дагомочи. Для графа… Ну, значит, изначально у нас граф, там, g' – это g. Мы из него будем выпиливать ребра затихоньку. Значит, называемся для графа g' с параметром 2k. И те ребра, которые он вернул, из графа выкидываем. Ну, вот обозначен он схематически так. И вот все ребра, которые я нашёл ибараки-дагомочи, нашли ибараки-дагомочи, мы их записываем в ответ. Во-первых, очевидно, что в ответе будет столько ребер. Ну, действительно, каждый запуск ибараки-дагомочи найдёт 2k n ребер, и всего, значит, будет 2k n лоб n. Более интересный вопрос, почему в остатке все цешки будут большие. И это, на самом деле, не очень очевидно. Это простое доказательство, но так сходу это не должно быть. Понятно, с чего тут логарифм нужно брать. А доказательство вот какое, что представим себе, что у нас весь граф просто сам по себе, он, ну, вообще в нём пусть нету сильно косвязных компонентов. Пусть так оказалось случайно. Тогда по лейме с прошлого семинара, который я сейчас ещё раз переформулирую, в графе меньше либо равно, чем k на n-1 ребер. А левая такая была, что если число ребер больше, чем k на n-1, то в графе есть сильно k-связные компоненты. Возможно, весь граф. Нам тут нужна контрпозиция, что если нету сильно k-связные компоненты, тогда в графе меньше либо равно, чем k на n-1 ребер. Ну, замечательно. Что это значит? Это значит, что, по крайней мере, у половины вершин степени меньше либо равны, чем 2k. У больше либо равно, чем 1 к-1 ребер. У больше либо равно, чем 1 к-1 ребер. У больше либо равны, чем 2k. А что это значит? Это значит, что у всех этих вершин после одной итерации либо раки на гамочи, они станут изолированы. А значит, через логарифм итерации вообще все вершины станут изолированы, и весь граф вообще мы возьмём в ответ. Это вот такое странное доказательство. То есть мы реально доказываем, что если нету сильно k-связных компонентов, то эта процедура просто выдаст в ответ все ребра. Довольно забавное доказательство. А если сильно k-связные компоненты есть, то давайте мысленно их стягим просто. И здесь рассуждение проведём уже на стянутом графике. Понятно, что от стягивания не может появиться сильно k-связные компоненты, потому что они вообще не пересекаются. И просто в стянутом графике проведём то же самое рассуждение. Поэтому все ребра, которые находятся между сильно k-связными компонентами, мы возьмём. Может быть, какие-то ещё, но это нам не важно. Главное, что их не очень много. Вот. Теперь. Теперь мы опишем другую полезную процедуру, которая нам в дальнейшем понадобится. Которая называется Spars Partition. Она делает такую странную вещь. А, секундочку. Я надеюсь, что ядер стоящий сюда полилок, а мы уже всё сделаем. В смысле? Да. Ну вот у нас получилось в графе... Мы получили спартификацию размера n, log n. Ну, грубо говоря, если n не больше, чем n квадрат, log в кубе n, делить на ε квадрат. Другие бы на нашем месте живут спокойно, если бы нет. Ну... Окей, я могу не разговаривать. Нет, нет, нет. По-моему, скорее интересные идеи, которые тут есть, чем непосредственно испиливание этих логарифмов. Конечно, не очень интересно. Хотя в скобках заметим, что недавно совершенно другими методиками построили спартификацию размера от n делить на ε квадрат, то есть всяких логарифмов. То есть таки ещё и намок мы сперить не сможем? Нет, вот n делить на ε квадрат. А они не смогли, ну, а совершенно другими способами. Да, и более того, это как раз спектральная спартификация, то есть это более сильным свойством ещё обладает существами, более сильным свойством. Что там сохраняется? Сохраняется, примерно сохраняется лаплосиан. А лаплосиан – это такая квадратичная форма, что вот у нас есть граф, это сумма по парам вершин, вес соответствующего ребра на ху-хв в квадрате. Вот эта квадратичная форма называется лаплосиан-граф, и вот в спартификации примерно он сохраняется. Ясно, что сохранение всех разрезов – это значит сохранение значения лаплосиана на 0,1 наборах. А это просто сохранение на всех эксах вообще, с точки зрения 1 плюс минус ε. И вот верно, что есть спектральные спартификации размера n делить на ε квадрат. Их можно в полимерное время искать, но они почти линейные. Ну хорошо, теперь давайте построим процедуру, которая называется spart-spartition. Она будет вот что делать. Она будет опять же… Первое свойство для нее по-прежнему будет сохраняться, а вот про количество ребер мы сделаем некоторое более сильное утверждение. Мы скажем следующее, что если процедура spart-spartition выдаёт много ребер, тогда, если их уголить, будет много компонентов связываться. Это, на самом деле, нам одну индукцию поможет провернуть. Значит, опять, на вход подаётся граф G и параметр k, на выход подаётся некоторое подмножество ребер, что, значит, в разности все c-шки строго больше, чем k. И верно следующее, что если, значит, в E минус E штрих R компонент связности, то, значит, в ответе O от RK ребер. Сейчас я как-то боюсь, что тут ещё и логарифм заодно улетучился. Ну, давайте попробуем доказать, мы посмотрим, если там ошибка, может быть, логарифм пишется. Ну, я не знаю, сейчас. Улетучился? Что? Улетучился, в смысле? Ну, мало того, что n на k заменилось, n на r заменилось. Потому что r не больше n, очевидно? Ну, давайте, я сейчас осунулю процедуру. Может быть, первое свойство будет чуть-чуть более слабое, чуть-чуть я сейчас забыл. Ну, давайте. Там всё очень просто. Сейчас мы легко поймём, что происходит. Процедура такая. Рекурсивная. Во-первых, если число рёбер на число вершин меньше, чем 2k, тогда мы даём в ответ всё. То есть, если граф разрежен, мы даём просто его весь. Теперь, возьмём, допустим, и бараки на гамочке с параметром 2k опять. Пусть е штрих, ну, е штрих плохо, е с волной, это и бараки на гамочке на g с параметром 2k. Тогда стянем компоненты g минус е с волной. В графе g. И рекурсивно вызовемся для нового графа с параметром k. Обозначим отполученный граф там уже с волной. И вызовем sparse parsition. Сейчас, мне кажется, первый способ, на самом деле, будет слабый. Там, может быть, не для этих сильных связанностей, а для обычных связанностей. Ну, сейчас. Да, наверное, да. Потому что иначе-то подозрительно. Ну, окей. Давайте что-нибудь про этот алгоритм подоказываем. Ну, например, второе свойство очевидно. Действительно. Давайте посмотрим, когда мы вообще выдаем ответ. Мы выдаем ответ, когда отношение числа ребер к вершинам меньше, чем 2k. Ну, вершины в новом графе – это связанные компоненты старого графа, правильно? Поэтому второе свойство действительно очевидно. Вот с первым… Да, еще есть такой бонус приятный, что он за линейное время работает. Давайте это тоже поймем, благо это просто. Утверждение, что если на каком-то шаге число ребер… Да, во-первых, значит, в каждый момент… Вот, если мы рассмотрим, там, m' делить на n' для этого графа, кроме возможного первого шага, это не превосходит 2k. Это первое наблюдение. Второе наблюдение, что если n не уменьшается в два раза при стягивании, тогда на следующем шаге алгоритм завершится. Ну, действительно, предположим вот, что от n' мы перешли к n' и n' и предположим, что n' больше, чем n' попалом. Нам же нужно что-то уменьшить, это сказалось бы. Или не парень? При этом, значит, m' это будет не больше, чем… Ну, потому что в стянутом графе могут остаться только часть ребер и бараки на гамочке. Другие ребра там не могут остаться, потому что мы компоненты связаны со стянули. Значит, m' не больше, чем 2k на n. Так? Значит, тогда m' на n' будет не больше, чем… Ой, тут, наверное, с параметром k надо будет снимать. Тогда здесь k, здесь k, и тогда не больше, чем 2k, даже строго меньше, чем 2k. И все, значит, на следующем шаге мы завершим работу. Получается, что вершина половины будет. Кроме последнего шага. А ребра на всех шагах не превосходят вк раз число вершин, значит… А, ну понятно. k, n' будет. Короче, да, будет… m плюс k, наверное, сложный шаг. Нет, m плюс k, n. Сейчас. Вот меня k, n беспокоит. То есть проблема может быть, что, если сначала m очень маленькая, там чуть больше n, а потом… в конце… Потом просто m за пол. Да, просто становится степенью k в средней. Есть такая проблема. Ну, сейчас, я поймем, как ее бороться. Да, тут как бы более важно понять, какие нам гарантии там дарим. Да, сейчас я что-то забыл. Надо что-то про связанности сказать. Ну… Посмотрим, значит… Если… Нам нужно сказать, что если алгоритм стянет какое-то ребро, то у него большая, в каком-то смысле, связанность. То есть он вот в связанной компоненте, которая миновала и бараки, и ногамочи. Ну, что это значит? Значит, что это ребро… А, ну, правильно, значит. Это значит, что любой разрез, в который это ребро попадает, он больше либо равен k. А значит… Ну, сейчас… То есть верно, что обычная связанность больше ребра равно, чем k у любого ребра, которое мы стянули. Вот… Про циедам что-то говорится или нет? Смущает что-то… Ну, то есть, как минимум, верно, что просто обычная связанность больше ребра равно как у стянутых ребра. Это понятно. Потому что они миновали и бараки, и ногамочи. Да. Они могли бы не миновать и бараки, и ногамочи, но, по крайней мере, они в связанной компоненте дополнения. То есть, вот, могла быть такая ситуация, что ребро попало бы в наш разрезанный сертификат, который бараки и ногамочи, но вот тут такая целая компонент – ребер. Вот. И поэтому, если это ребро попадает в разрез, грубо говоря, если это ребро разрезали, то… Ну, сейчас… То, грубо говоря, ни задеть никакой из этих ребер мы не могли, а тогда противоречие было бы. То есть, вот, как бы, тут ключевое наблюдение такое, что вот мы взяли с помощью и бараки и ногамочи, нашли некоторые ребра, такие, что дополнение, в дополнение ребра… У них обычная связанность больше ребра равно как, но, на самом деле, в дополнение можно добавить еще некоторые ребра из самого сертификата. А именно те, которые… вот, между концами которых существует путь из ребер дополнения. Вот в чем идея сейчас. Вот то, что рисованным выглядит, да? Да. То есть, если ребро попало в наш сертификат, и при этом есть путь между концами из ребер в дополнение, то это ребро можно тоже в дополнение записать и сертификат удалить. Вот это используется. Понятно, да? Ну, потому что, если есть разрез величины… Если рискать путь, значит рискать ребро будет. Да, рискать это ребро, а для этих ребер – до свидания. Вот. Поэтому, на самом деле, верно, что рёжерные связанности в дополнение до того, что мы взяли, они больше равны k. А, ну да, собственно, они больше ничего не утверждают. Сейчас посмотрим, как отцентровые нейроны это делаются. Ну ладно, давайте оценку времени работы закончим. Это, в конце концов, там будет, например, логарифм, в любом случае, очевидно. m log n. Вот. Теперь, значит, мы модифицируем нашу процедуру weak edges. Мы там вместо бараки на гамочи будем использовать sparsportition. То есть сертификат искать с помощью sparsportition. Это нам даст более сильные условия как раз. Мы… Значит… Да. Вот. Вот. Если тут у нас еще получился R-компонент, то у нас O от RK ребер мы в ответ взяли. А теперь мы те же гарантии хотим для weak edges. И при этом уже мы хотим не для обычных связностей. То есть здесь уже не C-шки, а обычные связности. То есть назовем их там W-E-ты. Вот. А теперь мы модифицируем weak edges. Weak edges – новая версия. Напомню, как она выглядела. Значит, мы просто брали и log n раз, добавляли к ответу сертификат и бараки на гамочи, удаляли его из графа. А сейчас мы будем делать то же самое, только вместо и бараки на гамочи вызывать sparsportition. Тогда утверждение, что вот верните же гарантии, только тут W-шки изменены на C-шки. То есть в остатке CE больше либо равный K, больше чем K. И если в остатке R-компонент, то у нас O от RK ребер. Ну почему это так? Ну действительно. Грубо говоря, взяв на следующее. Вот вызовем sparsportition. Оно нашло какой-то набор ребер. Тогда если мы их выкинем, все развалится на какие-то компоненты. И если в этом наборе, скажем там, не знаю, 100 K ребер, тогда у нас обязано образоваться порядка 100 компонентов. То есть, грубо говоря, мы платим... Ну, значит, если мы просуммируем размер этих sparsportition по всем вызовам, тогда вот эти R-ки просуммируются и в итоге получится не больше, чем итоговое число компонентов связанности. То есть мы платим за порождение новых компонентов связанности порядка O от K. То есть сейчас я посмотрю какая-то точная константа, чтобы дальше ее использовать. В общем, время работы этого алгоритма. Но вот если поверить, что sparsportition работает линейное время, хотя еще нужно понять, почему. То есть пока у нас есть M log N. То у этой процедуры время работы M log N будет уже. И если эти ребра удалить и останется R компонент, тогда будет O от RK ребер. Вот. И корректность, она по-прежнему очевидна, потому что на самом деле для нас sparsportition делает то же самое, что и бараки ногомочи. То есть в дополнении все стандартные связанности, они больше K. Вот. Но вот путанное объяснение. Я не знаю, понял ли кто-то или нет. Не очень ясно. Ну ладно. А что не ясно? Сейчас. Зеленый шаги ясно, но не ясно видимо все вместе. Хорошо. Я общую картину расскажу, что мы делали. Сначала у нас была процедура weak edges, которая искала множество ребер размера K and log N. Такое, что в дополнении все сильные связанности больше K. Да. Просто log N раз, вызываем бараки ногомочи и выкидываем. Дальше. Процедура sparsportition. Она делает следующее. Это некоторые замены для и бараки ногомочи, которые в свою очередь используют и бараки ногомочи. Она делает следующее. Она ищет набор ребер такой, что в дополнении все стандартные связанности больше K. И если при выкидывании этих ребер образовался R компонент, то у нас R от K ребер. Не NK, как и бараки ногомочи бы дал, а RK. И это достигается за счет такого наблюдения, что если у нас в сертификат попало ребро, между которым есть путь из ребер дополнения, то мы можем это ребро тоже записать в дополнение, а он нас не интересует по существованию. Теперь мы эту процедуру подставляем в weak edges вместо и бараки ногомочи. И получаем следующее, что корректность по-прежнему есть, потому что по первому условию, но при этом ребер стало не K и NLG, а RK, где R — число компонент связанности в остатке. А теперь, собственно, как с помощью weak edges считать эти C. И главное, почему их сумма обратных величин будет у AD. Это самое важное, что мы хотим. Идея в том, что теперь, если weak edges породило много ребер, то остаток разваливается на много компонентов. Поэтому там индукция сейчас пройдет некая. Довольно простая. Идея такая. Запустим weak edges с параметром 1. Ну, 1 — это вообще что-то совсем тупое. Это поиск у нас. Ну, поиск над множеством ребер, у которых C-шки единицы. Ну, короче, запустим вот G с параметром 1. Дальше удалим эти реберы. Останутся компоненты связанности. Для каждой из них мы запустим... А, для всех ребер, которые мы удалили, мы положим C-шки единицы. Дальше запустим уже для этих штук weak edges с параметром 2. И так далее. Здесь, значит, перепишем некоторым реберам двойки, и останутся еще компоненты более маленькие. Для них запустимся рекурсивы. Вот. Во-первых, сколько это будет работать? Ну, работать это будет понятно сколько. У нас всего... У нас время работы weak edges m log n, если мы докажем, что партийшин работает, то вот м, что мы сделаем. Значит, m log n. Ну, поскольку у нас логарифмическое число запусков, то тут будет log квадрат. Но пафос в том, что на самом деле вот эти нижние оценки, они как раз сумма обратных величин o от n. И это мы сейчас докажем. Доказательства. Мы будем как раз использовать вот что, если после вызова weak edges у нас r-компонент, то тут o от rk ребер. Точнее, там, 4r на k-1. Или 4k на r-1. 4r-1 на k, и так далее. Да, в точности так. Ну, хорошо, значит, мы будем по индукции доказывать оценку, что сумма аккуратных c-шек не превосходит 4 на n-1. Тогда вот, значит, после единички мы по индукции вот для этих компонентов верной оценки 4 n-1, где n-1 это размер этой компоненты. Теперь нужно их просуммировать. Плюс, значит, ребер у нас не более чем 4r-1 на k. 4r-1. А k у нас, ну, в данном случае единица. Сейчас. А, ну, правильно, да. 4r-1 на k, и мы еще делим на k, потому что каждому мы записали k, и k сокращается. Вот таким образом у нас вот такая штука получилась. Ну, действительно, видно, что вот это 4 на минус 1, это как раз сокращается с 4r, и как раз в точности получается 4n-1. Все. А сам это доказано. Ну, такой вот странный алгоритм. Вроде элементарный, действительно простой, но это, конечно, не такой. Многоходовка. Ну, вот это забавно. То есть, на самом деле, вот это spars-partition, это сама по себе интересная процедура. То есть, это некоторая модификация Ibaraki-ногомочек с дополнительной гарантией, что если в ответе много ребер, тогда граф разваливается на много компонент связанности. Это может быть само по себе интересно. Ну, например, да, параллельно вообще не будет. Проблема в том, что части могут быть большими. То есть, их может быть много, но там, например, одна большая. То есть, это неверно, что это сепаратор в обычном смысле, к сожалению. Ну, что не удивительно, потому что для общих графов это было бы странно, если бы такое что-то было. Но, тем не менее, вот такая забавная модификация. Ну, вот, таким образом у нас… А, еще давайте сейчас поймем, почему spars-partition за линейное время работаем. Это надо понять, потому что… Я не думаю, что это очень сложно. Итого у нас алгоритм, который работает mлок квадрат m, и порождает в итоге спартификацию размера mлок n делить на ε2. Это вероятно. Вот. Почему spars-partition работает за mлок n? Давайте еще раз, значит, поймем, чего у нас там есть. Что, mлок n – это очевидно? Вот, хочется понять, почему r – связать еще один логовик во время работы. Значит, еще раз, процедура spars-partition. Если m на n меньше, чем 2k, тогда до свидания, выдаем все. Теперь, если… значит, в противном случае мы вызываем и бараки на гамочи и стягиваем компоненты связности дополнения до и бараки на гамочи. То есть, грубо говоря, делаем линейную работу. То есть… вот, утверждение… А, ну понятно. Макс, ты меня забыл, естественно. Естественно, число ребер тоже уполовинивается, потому что, значит, в любой момент, когда мы еще не вышли, m больше либо равно 2k. r. И при этом… значит, n уполовинивается на каждом шаге. На m – оценка снизу, но при этом в остатке не больше, чем kn ребер. Потому что мы и бараки на гамочи называем с параметрами gk. И стягиваем дополнения. То есть, m' меньше либо равно, чем kn. То есть число ребер уполовинивается. Вот и все. Таким образом, там линейный оценок. Ну все. Окей. Да, но это как-то слишком легко, чтобы… В смысле, алгоритм самому? Да, алгоритм практичный очень. Константа, конечно, там большая в этом. Сэмплинг только в последний момент. Да, да, да. То есть сначала мы просто ищем оценки на CE. То есть, в принципе, это довольно практическая процедура. Удивительно, что никто экспериментально не попытался это реализовать. Надо должно, в общем-то. Проблема в том, как проверять качество спортификации, как проверить для всех разрезов, что они плюс, минус, эксел. Можно поверить в это, конечно. Нет, ну в смысле, как для чего проверить, да. Ну просто, например, хочется имплементировать алгоритм для интереса и посмотреть на качество ответа. Я непонятно. Реху построить и потом проверить. Долго, конечно. Подожди, как ты будем реху проверить, что все разрезы, для двух графов нужно проверить, что все разрезы отличаются? Все разрезы нельзя. Ну как ты готов? Проверить между парами. Катанитры тоже сохранятся. А, нет, естественно. Наверное, это интересно, скорее всего. Ну или брать случайно. Максимальный разрез тоже сохраняется. Да. Приятно. Случайно. Случайно. Нет, все непонятные. В последние годы, как раз где-то начиная с 2005 года, развили спектральную спортификацию. Во-первых, более сильные условия, чтобы не просто разрезы сохраняются, а еще и будут сеансы. Да еще и оценку улучшили. Н на эпизон квадрат. Получается, без того, Н на эпизон квадратских. Там, конечно, статьи суровые. Десятки страниц выклубок. Ну ладно, что ж, спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ